Привет, друзья! Ну чего, копаем. Погодка прекрасная. Поездим по старым, новым местам. Аккумуляторы поменяли. Что за прибор, часто спрашиваете? Легенда! XTARRA 705 с катушкой NEL TORNADO. Куда приехали? А куда приехали? На секретные места. Так что, думаю, ямок точно нароем. Металлолома. Металлолома это деньги. Много говорить не буду. Будем копать и говорить, чтобы не затягивать, так сказать, начало. С утра было холодно. У нас сегодня было плюс шесть. Пришлось ночью вставать, носки одевать. Ну что, пойдемте копать, а там поговорим. Ну место у нас вот такое. Как вы уже поняли, здесь был подсолнух. Сделали так. Никто ничего не пахал, просто все в капусту. И то не очень низко. Походим, посмотрим. Походу домики были вот здесь. Конечно же, весной и осенью той побегали. Но может быть, чего-то пропустили. А потом переедем. Ну чего, играем в игру? Кто найдет лучшую монитосину? Давай. Давай. Ходим уже около часа. Ничего интересного. Вот. Из сумки достал, уже и подсохли. Нашел вот такой я молоток. Красивый. Чего сделать можно? Вот здесь вот подточить и все. И вот такую вот. Андрюха нашел подкову. С какого-то тяжа. Смотрите, какая огромная. Огроменная просто. Сейчас чуток сместимся влево. Чтобы никто не знал. Ну, если подкова, значит же половина удачи должна быть. Вот такой у нас жбонский первый сигнал. Ну, так стал чуток лучше. На что похоже? На совет похоже. На мусор. На кусочек гильзы. На кусочек пробки. На золото похоже. Короче, вы поняли. Я не знаю, что это. О! Так поет намного лучше. Значит, это может быть... О! С первого раза что-то цветное. Смотрим. Потому что могу пропустить. Через камеру плохо видно. Уже где-то вывалился. Так, где-то... О! Ха-ха! Походу пуга. Ну, если с ушком или ушком, значит гладкая. Не, походу чего-то есть. Люблю пуги. Они у нас редко. Смотрим. Может быть, орлянка? Смотрите, какая красота. Красивенная пуговица с каким-то рисунком. На снежинку похож. Помою и обязательно покажу. Первая находочка. Сумку. Кружим, кружим. Сейчас буду копать все подозрительные сигналы. Помыл я чуток пугу. И вот такая вот красота у нас получилась. Смотрите. Ух! Я думаю, что пуга старенькая. Но какого периода, точно не знаю. Если кто-то знает, подскажите. Вот я смотрю и думаю, что это даже не бронза. Какой-то светлый металл. Может быть, сплав олова с чем-то. Не знаю. Если кто-то знает, подскажите. Люблю пуги. Ух! Красотень. Когда ходите, смотрите под ноги. Внимательно. Смотрите. Вот осколки. Это 100% дом. Земля, походу, светлее. Но под подсолнухом ее не видно. Осколки не врут. Но вот такое вот стекло. Говорит, что это уже могут быть поздние советы, ранние цари. Но все равно бывает дом на доме. Так что надо искать. Опять древний кельт. Вот такие вот сигналы бьют, как цветнина. Думал, вау. А ну обломись, Димон. Не монета. Но все равно штука эпичная. Я видел, люди моют. И на полочу где-то ставят. Покрывают его воском и всего такое. На металлолом заберем. Красивая штука. Тяпка когда-то была. И на что похоже? За бону круглую жерстину, яку я только что копал. Бону монету. Давай, копай. Лучше монету. Потому что жбоней здесь море. Ничего еще интересного. Нету? Давай еще поруби. Как ты тогда двушку мою. Ты копать не умеешь? Дай сюда. Олежка, блядь. Что, сложно? Давай, копай. Кого копа? Вот Олежка. Вон, блядь. О, я же говорил. На, держи. Монета? Монета. Ха-ха. Вот это да. О. О. Шайба какая. Елизавета, наверное. Ох, нет. Ха-ха-ха. Поздравляю, это Екатерина. Вот это да. Смотрите. Какая шайба. Какая шайба. Ух. Георгий видно. И вензеля видно. Ну, тереть не буду. Потому что, потому что. Подзатертая. Но все же. Ух. Шайбета какая. Помою? Я обязательно покажу. Круто. А ты ее чуть не порубил. Ах ты, Олежка. Очень бережно чистил данную монетку. Потому что у нас это раритет. И у нас получилось 2 копейки 1788 года. С буквами ММ. Гурт должен быть сетчатый. Но у нас, наверное, затертый. Да, это монетка, как вы уже поняли, Екатерины. Второй материал. Медь. Вес 20,48 грамма. Диаметр 31 миллиметр. Но, увы, тираж неизвестен. В нашем состоянии можно попросить 10-11 долларов. А вот если бы были буквы ТМ, вот как на этой фотографии, то цена была бы как Жигули. Сигнал был неглубокий. Но красивый. Думал, ну вот она, монитосина. Но оно, как всегда, обломосено. Видите? Походу колечко. Колечко. Конинка. Красивая такая. Это с украшения конской упряжи, так сказать. Тюнингованный лошадка был. Карман, карман. Что значит опять сигнал? Ну, сейчас, да. Ну, так похуже. Ну, вот ты выкопал двунгель. Там был железяк. А этот на что похоже. Ну, покажи. 24. Может быть пробка. Может быть совет. Может быть гильза. А может чего-нибудь интересное. Выкопал. Ну, и этот волнующий момент. И глаза все время ищут кругляшок. Давай, ищи. Нету. Не. Давайте найдем, потому что... А, все, нашел. Давай. Сыпь. Сыпь. Буду смотреть. Не. О, кругляшок. Толстая. На монету не похоже. Я через камеру ничего не вижу. Секундочку. Смотрите, поздравляю. О, здесь какой-то орел. Масонский. Точно, всемирный заговор. А здесь, смотрите, какие-то древние руны. По мою и покажу. Ну, по весу и по виду это пломба. Печать не может быть пломба. Но какая огромная. Мы такую еще не находили, да? Не. О, пломбеца. Забираем. Забираем. А пломбочка-то оказалась супер-пупер шикардос. Смотрите, даже надписи есть. Викула Морозова, кажется, и сыновья. Вот так-то. Видно, что царского периода. Потому что вот какой огроменный орел. У меня пломб раз-двое общелся. Это у нас будет номер один. Фух, ничего себе булава. Смотрите. О. Прям пернач. Таким по башке. Вражение. Ня, ня. Тварь. Вот как-то так. Заберем. Заберем. Вот так вот. По бровке, по бровке. И вот смотрите. Красивый, стабильный. Точно что-то цветное. 19. Ой, лопата упала. Это может быть совет какой-нибудь большой. Может быть крестик. Да много чего может быть интересного. О. Не поменялся. Этот волнующий момент. Ну. Давай, давай, давай. Что-нибудь интересное. Нам же надо Андрюху победить. О. Ха-ха. Рюгляшок. О, походу пуга. Пуга. Люблю пуги. И походу не гладкая. Секундочку. Сейчас чуток увлажним. Сегодня день облома. Что б тебе? Гладкая. Как попа. Длинноногой, пышногрудой блондинки. Ну, если с ушком, значит точно гладкая. Переехали мы ближе к заброшенной богом деревне. Смотрите, как дерево упало и часть дома завалило-то, а. Как туда пробраться? А кто его знает? Походим здесь по огородникам. Но место крутое. Может где-нибудь в дом заберемся? Разваленный. Ну, давай, ложка. Это же огород. Где? Я говорю, ложка. Давай, показывай. О. Опа. Ха-ха. Мониторина. О, толстая. По размерам капуста. Она же курица, она же царица полей. Секундочку. Да, друзья, она самая. Смотрите, какая шайба. Ух. Царица полей. И Андрюха нашел первую мониторсину на огородиках. Значит, кружим в танце бешеного бегемота. Вот такая у нас работа. На, поздравляю. Две копейки 1812 года. Она же царица полей. Данная монетка Александра I. Но, увы, состояния нет. Так что говорить не о чем. Вот, смотрите, походу спереди был дом. Иду к дому. Где-то был сигнальчик. О, как поет, а? Ну, на советских домах. Почему-то я думаю, что этот дом стоял до советов. Часто бывают ложки, шмошки. И все такое. А, не, блин. Высадила. Что у тебя? Подожди. А то я не слышу. О, где-то здесь. Не копай, снимем онлайн. В комке? Не. О, смотри, кругляшок. Иди, смотри. Класс, огород. Здесь мы еще не копали, да? Нет, здесь мы еще не копали. Вот, видите, какие кусты. Здесь тогда было чего-то посажено. А по размерам что это? А я не знаю. О, смотри, этот. Николай. Николай первый. Копеечка, походу. Тереть не буду, отмою и обязательно покажу. Эх, класс, нравится мне такое, поздравляю. Это она так же. А, вон, смотри, что-то лежит. А, это шланга. Так, где твой сигнал? А ну, давай. Одна копеечка Николая первого, 1853 года. Данную монетку не чистил, потому что состояние не ахти. А, ты уже покотал? Давай. Сейчас, подожди, ветер закрою. Копай. Давай, а ну. Люблю, когда так. Вон, похоже, было то ли на гильзу. А ну. Давай я. Глаза ищет. Кругляшо. Опа. Походу тоже, да. А, на, смотри, Николай, Николай. Поздравляю. Класс. Две монетки. Две монетки формата Николая первого. Даже видно, 1852 год. Смотри, какая красавица. Эх. Вот она там. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Кружим, кружим. Сейчас мы тут все перекопаем. Все перекопаем. Эх, на, классно, поздравляю. Одна копейка 1852 года. ЕМ. Здесь гурт у нас гладкий. Данная монета Николая первая. Металл, медь. Вес 5,12 грамма. Диаметр 22,8 миллиметра. Тираж 14 миллионов 6 тысяч и 400 штук. В нашем состоянии цена небольшая, но она есть. Приятная находка. А вот интересно, где же сам сундук? Какой сундук? Вот этот вот, от которого вот этот вот огроменный замок. Фу, тяжелый. Такая в жбан какой-нибудь тролли. Не-е-е, вражина. Хе-хе. Ох, и ветер поднялся. Шел я вот так шел. Сорняки какие по пояс. И вот, хоп, сигналчик был 20. Смотрите. Походу маннитосина. Что такое маленькая И-20, я ума не приложу. Что это может быть? Сейчас чуток увлажним. Ух ты, елки-палки. Я не знаю, что это, но один чего-то. Но почему-то я думаю, что это германская монета периода оккупации. А не из цинка. Почистить это невозможно. Ну, хотя бы щеточкой вам покажу. Ага. Еще пойдем вот туда. Творство мутантов. Колобков. Как я и думал, это монетка Германии. Они сделаны из цинка, потому ее земля и ням-ням-ням. Я думаю, что это один рейс-фенинг. Выглядит в более-менее нормальном состоянии вот так вот. О, я вижу ты. Пятак Катькин нашел. Что у тебя? Не знаю. Опять шмурдяк? Я уже задолбался бегать. Не. Что не? Бьет как кусок жбоня, Андрюша. Жбоня. Оп. Ха-ха. Ух ты, ё. Ха-ха-ха. Ха-ха. Крест. Крест. Ё. Поздравляю. Серебро. Вот это да. Царский? Это царский. Стопудово. Царский. Я глазами вижу. 84-я проба. Безушка. Но какая разница. Говорят, что надо ровнять, когда достал. Давай, щас ломаем. Так, секундочку. Смотрите, какой красавец. Ух, кресты у нас редко. Пускай без ушка. Лучше крест без ушка, чем ушка без креста. Мы когда-то находили, помнишь? Да. Красотень. Чё? Кабаков натырим? Так, друзья, кому надо... О, арбуз. Арбуз. Он так и говорит. Иди ко мне. Иди ко мне. Так, не будем снимать видео доказательства. Приятная находка. Крестик. Из серебра 84-й пробы. Это значит, что это царского периода. Даже видно, что были эмали. Ушка нет, но всё равно находка приятная. Вот так вот Андрюха сегодня дал. Вот это ветер. Как бы не сдуло. О, ещё один. Замочек. Дюраль бил, как пятак Екатерины. Цвет мед. Видишь? Не вижу. Она сверху была. Димончик нашёл монитосину. О, смотри. Тарам. Если так било, значит, советик. Поздний, ранний. Сейчас посмотрим по размерам. Триундиль, наверное, да? Убиенный. А вот не угадал. А вот не угадал. 20 копеек щитовик. 1932 года. Красотень. Забираем. Карман. Карман. О, смотри, дом. Пойдём, постучим. Может быть, кто-то откроет, а? Пойдём? Пойдём. Кто-то говорил, что монетки из Мельхиора нельзя почистить. Да вот, смотрите, можно. Но тут вопрос в другом. Нужно ли? Потому что это занимает время, а данная монетка недорогая. Ох, и ветер поднялся. Шёл вот так, вот так, вот так. И смотрите, какой... Просто мечта. Но здесь ложек. Мама, не горюй. Но Димончик умный. У него есть запасное КБ. Так что я такие сигналы не могу не снимать. Какашка. Вырежем. Не поменялся этот интригующий. О, вижу. Ха-ха, момент. Смотрите, люблю когда так. Кругляшок. Андрёха, я монетоксину нашёл. Затёртая по размерам. Триундель, да. Трёха, Николаевского формата. Тереть не буду, по-моему. Покажу, покажу. Смотри. Забираем, забираем. Улья стоят. Яблочко. Дома кто-нибудь есть? Ой, кислющие. Сарайчик. Здесь нигде? Здесь нигде колоться, нет? Чтобы так раз. И по самые помидоры. Смотри, там стол бетонный. Какие окна большие. В то время это был не бедный дом. Смотри. Ох, блин. Баран. Испугал. А что там? А там сено. Чтоб тебя. Видите? О, баран. Испугал. Как эпично всё-то, а. Красотень. Пойдём копать. Ну, его в баню. Увидят. О, смотрите, какой виноград. Штопки. Сейчас нахомячусь. О, витамины. Витамины наши. Всё. Смотрите. Красотень. Фух. Ну что, друзья. Как-то вот так. Находили сегодня много. Много огородов обошли. Заговариваясь. Но тюбиком накопали. Пробочек. Разные жбони. Это просто какую-то ещё такую лапу дракона. Покажу. Может быть, кто-то подскажет, что оно. Да. Отвечу на вопрос. Некоторые люди спрашивают. Димон. Вот у тебя, ну как и у всех, на канале есть неадекваты. Тролли, шмолли, друзья. Как бы в кавычках. Тебя не расстраивает то, что они пишут гадости. Да я не знаю. Не расстраивает. И люди говорят. Ты не хотел бы им ничего сделать? Да нет, конечно. Не хотел бы. Не хотел. Не хотел. Зачем? Люди просто больные, наверное. Или не так веселятся? Не. Конечно, бывает желание. Ну, если бы я их нашёл, конечно, достать и по щекам, по щекам, по щекам им надо давать. Но, не знаю. Наверное, люди так веселятся. А у нас сейчас будет, как вы поняли, культурная программа. У нас есть батон. Батон вкусный. Я понимаю, кто-то скажет. Куда тебе жрать? Ты себя видел? Видел. Колбаса. Колбаса мародёрская. И арбуз. Арбуз свой. Не тырили. Вы видали? Там будут маленькие. Это зуб. Так что, спасибо, что смотрели. Спасибо, что копали. Вон ещё трактор пашет. Мы ещё туда заедем. Но снимать уже, увы, не буду. Потому что скоро батареи. Кукин-квакин. Находочки покажу. Если у кого-то возникнут вопросы, замечания, пожелания, пишите. Постараюсь всем ответить. Берегите себя. До новых встреч на канале. Пока-пока. Пойдём. Хомяк. О, вот это я нажрался. Андрюша. Хватит жрать. Превратишься в такого, как я. Но тебе надо. Так, вот, друзья, какая-то штука. Вот что оно такое? Обломок, но я не знаю. Было вот так вот. По находкам вот так. Напёрсток уже не показывал. Я думаю, вот это копеечка и вот это Николая Первого пломба. Вы-то видели, но я ещё нет. Двундель порадовал вас очень редко. Пуга. Крест. Это оказалось не конина. Я вам наврал. Врун мародёрская рожа. Это, наверное, из-под свечки. Ну вот, как-то так. Вы уже всё видели почищенное. А я-то не видел. Да, кто-то спрашивал. Димон, что у тебя за гламурный кошелёчек? Как у девицы красная. Нет, друзья, смысл тот, что у меня был чёрный вот такой. И сейчас где-то есть. Но я его пару раз терял, а потом долго искал. Потому что чёрный-то не видно на земле. А вот этот, если вываливается для находок, то его хорошо видно. Цена вопроса была 15 гривен. В магазине там, где всё дёшево. Аврора. Копейка. Не помню, чтобы не делать рекламы. Вот как-то так. Вот такие вот у нас находочки. А мы ещё, конечно, побегаем. Вот здесь, наверное, пробежимся. И туда поедем. Но батареи уже не хватит. Так что до новых встреч на канале. Пока-пока. Всё у вас будет хорошо. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Я это знаю. Ау!